Новость из Пензенской епархии, преобразованный в митрополию. Свой храм скоро будет у жителей студенки Белинского района. Место под его строительство осветил и епископ пензенский Нижнеломовский Вениамин, назначенный священным синодом Русской Церкви главой митрополии. С большого торжества в маленьком селе. Репортаж наших коллег из Пензы. Храмы, что когда-то были в студенке, остались только в памяти сельчан. Поэтому здесь, на окраине области, церковь приходится восстанавливать с нуля. Несмотря на дождливую погоду, архиерейский молебен на месте будущего храма собрал несколько десятков человек. Наше население давно хотело, чтобы у нас была церковь. Ведь она у нас была. И была даже не одна, а три в нашем округе. Одна из них рядом с селом Сентяпино. И здесь две. Здесь когда-то шел тракт, по которому гнали поселенцев. И была построена церковь знамени. Именно для тех, кого гнали. Над возведением храма будет трудиться бригада опытных храмоздателей. Сейчас они работают в Тихвинском монастыре Кирсаново, что в соседней Тамбовской области. Мы планируем небольшой храм. Длиной 20 метров. Шириной центральной части 8 метров. Плюс маленькая колокольня. 4х4 будет. Двухъярусная. О том, что селу нужен новый храм, решение приняли на собрание жители студенки еще два года назад. Инициатором стал руководитель местного товарищества на вере имени Димитрова Петр Степанюк. И надеюсь, что очень скоро мы приедем сюда. Заложим первый камень в основание храма. Заложим капсулу. И помолимся Богу и строителям, чтобы они как можно быстрее закончили сооружение Дома Божьего. Новый храм посвятят Казанской иконе Богородицы, как и прежней. А также первоверховным апостолам Петру и Павлу, небесным покровителям, ктитры и строителя.